Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Герой сегодняшнего обзора 12-дюймовый рефлектор Ньютона, который надолго избавит Вас от апертурной лихорадки, а моторизированная монтировка Добсона сделает Ваши наблюдения максимально эффективными и комфортными. Итак, наши специалисты отправляются на обзор телескопа Skywatcher DOP12 складной конструкции с системой GO-2. Телескоп поставляется в двух внушительных картонных ящиках, для перевозки которых понадобится внедорожник или хотя бы универсал. В плоском квадратном ящике находим надежно упакованные в специальные формы из картона и полиэстера боковые панели, а также основание монтировки. Все это необходимо будет собрать в единую конструкцию. Кроме того, по отдельным пакетам расфасован весь крепеж, метизы, ручки, а также инструмент, который понадобится для сборки монтировки. Здесь же находим микроконтроллерный пульт управления системой Synscan, шнур электропитания от прикуривателя автомобиля, шнуры подключения пульта и блока двигателя вертикальной оси, шнур для связи с компьютером через порт RS-232 и инструкция пользователя по сборке и настройке телескопа. Труба телескопа поставляется в большом и увесистом ящике. Она уложена между литых пенопластовых форм в плотном полиэтиленовом пакете. Внутри также находим коробку с аксессуарами, в числе которых пара окуляров Blossel 25 мм и 10 мм с посадкой 1,25 дюйма, весьма качественный оптический искатель 9х50 со стойкой, двухдюймовый экстендер и переходник с двух на одну четвертью дюйма. Конечно, первая сборка нового телескопа займет немалое количество времени, не помешает и помощник, иногда нужно будет придержать или центрировать некоторые детали. Зато в результате вы гарантированно получите прекрасный результат. Собранная монтировка конечно поражает своим размером, да и весом кстати тоже. Однако это придает ей отличную устойчивость. Монтировка весьма похожа на обычную тумбочку Добсона, за исключением двух пластмассовых кожухов. Под ними скрываются вполне добротно изготовленные механизмы, работающие на основе червячных пар и шаговых двигателей. Контроль положения производится с помощью энкодеров. Осе монтировки имеют фрикционы, которые позволяют двигать трубу вручную. Энкодеры отслеживают все ручные подвижки, позволяя работать в системе Синскан без сбоев. Электромеханика монтировки питается двенадцати вольт постоянного тока. Наилучшим вариантом для этого будет аккумуляторный блок питания типа Celestron Power Tank. Вот настала очередь и трубы телескопа. С целью уменьшения веса и габаритов производителям применена оригинальная раздвижная конструкция трубы. Перемещение очень мягко и плавно осуществляется вдоль трех направляющих трубок. Рабочее положение точно фиксируется специальными магнитами и винтовыми зажимами. Благодаря качественно изготовленной конструкции можно быть уверенным, проблем с юстировкой не возникнет. В остальном конструкция трубы мало чем отличается от обычного рефлектора. Главное зеркало установлено в мощной оправе с разгрузкой на 9 точек. Имеются три пары юстировочных и стопорных винтов, а также место установки вентилятора для ускоренной термостабилизации. Внушительное вторичное зеркало установлено на четырех предельно тонких растяжках. Юстировочный узел небольших размеров имеет три юстировочных винта и один стопорный. Мощный фокусер Крейфорда обладает плавным и точным ходом и позволяет использовать не только комплектные окуляры, но и дополнительные с посадкой два дюйма. Осталось аттестировать отличный оптический искатель 9х50 и телескоп готов к наблюдениям. С наступлением сумерек мы поспешили направить телескоп на Сатурн. Планета уже клонилась к западу и была низко над горизонтом. Тем не менее кольца и щель Кассини были видны вполне уверенно, а в моменты успокоения атмосферы различались и поясные зоны на диске. Потом была Луна. Ну да, Луна. А что? Не только же в 70-мм телескоп ее смотреть и в 305 мм она выглядит просто потрясающе. В поле зрения окуляра открывается такое огромное количество деталей, что от просмотра просто невозможно оторваться. Временами создавалось впечатление орбитального полета над лунной поверхностью. После захода Луны и наступления полной темноты телескоп показал потрясающую картинку и по объектам Deep Sky. Большое скопление Геркулеса М13 разрешается почти до центра, выделяется огромное количество звездных цепочек и очень яркий насыщенный центр скопления. Далее система Синскан привела нас к остаткам сверхновой звезды в созвездии Лебедя. Величественная туманность Ведмина Метла показала удивительные подробности структуры и разделилась на отдельные и ярко выраженные волокна. Затем была знаменитая Гантель или М27. Яркость планетарной туманности позволяет в такую апертуру наблюдать ее почти как на фотографии. Цвета, конечно, не такие насыщенные, но различаются вполне уверенно. Рядом с другим шаровым скоплением М15 в созвездии Пегаса в эту ночь находилась комета Гаррадар. К сожалению, нам не удалось полюбоваться этими двумя объектами в одном поле зрения. Тем не менее, в небольшом отдалении от скопления комета легко нашлась и выглядела как достаточно яркое туманное пятнышко. Двойное рассеянное скопление в зазвездии Персея в 12-дюймовый телескоп оставляет по-настоящему неизладимое впечатление. Наконец очередь дошла и до широко известной туманности Андромеды – гигантской спиральной галактики, удаленной на два с половиной миллиона световых лет. Самая большая, но отнюдь не самая яркая галактика открыла множество подробностей не только в центральной части, но и в спиральных рукавах. Глубоко за полночь другой гигант на этот раз среди планет Юпитер поднялся довольно высоко и по команде с пульта Синдскан телескоп легко нашел нужный объект и точно отслеживал его даже при увеличении 300 крат. На этом увеличении Юпитер показал потрясающие подробности – фистоны и завихрения, узлы и наросты, иллюминаторы и конечно большое красное пятно. Невзирая на азимутальную монтировку, многие обладатели Добсонов с GoTo пробуют свои силы в астрофотографии. Снимая объекты вблизи меридиана, когда вращение поля сказывается меньше всего, выдержками в 10-15 секунд прямом фокусе можно получить вполне достойные результаты по ярким объектам Deep Sky, а в видеорежиме применяя линзу Barlow для увеличения масштаба и фотографии больших планет. Подводя итоги, важно в первую очередь отметить выдающиеся оптические параметры телескопа, позволяющие наблюдать практически любые астрономические объекты. Положительной оценки заслуживает и мощная устойчивая матировка, и прекрасная работа системы автонаведения и автослежения SINSCAN. Однако столь внушительные размеры инструмента имеют и обратную негативную сторону сложности в перемещении телескопа одним человеком, да и поместится он не в каждый автомобиль. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. С телескоп Sky Watcher ДОП-12 следует адресовать либо человеку с частным домом и удобной наблюдательной площадкой, или же серьезному, не на шутку увлеченному любителю астрономии, которому радости наблюдений перевесят немалые сложности в перевозке телескопа. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!